Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Лайфлайн, меня зовут Алексей. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь, чтобы не пропускать свежие новости из мира удоманий. Недавно подъезжаю к магазину, становлюсь параллельно машине на парковке, ну и выхожу, иду в магазин. А магазин такой сельпо, ну как бы маленький, там не надо идти километр через парковку, только встал сразу в крыльцо. Наблюдая, мужик сидит за рулем и крутит слоты в телефоне. Ну, я двигаюсь дальше к магазину, к крыльцу, и выходит женщина. Ну, и получается, я где-то между ними, я глядываюсь на этого мужика, и он начинает прятать, короче, телефон. Это, видимо, идет вонная жена. А еще, буквально вот на днях, вчера или позавчера, вез парня с девушкой. Ну, и вот они разговаривали о каком-то пацане, о третьем лице, и девушка говорит, пацану, а почему он не отдает долг? Ну, видимо, этот пацан занимал ему деньги. Он же продал машину, а пацану сначала так что-то замедлил светом, потом говорит, да какие деньги? Он проиграл, короче, на ставках эти деньги за машину. Это вот реальные истории, я ничего не придумываю, это мне попадается. Не знаю, может, я притягиваю и обращаю внимание на то, что хочу видеть, то, что мне интересно, но это мне попадается очень часто. Так вот, сегодняшний ролик, он будет о страхах. Почему люди боятся того или иного, ничего с этим не делают, им проще найти для себя какое-то оправдание, чем разобраться со своими страхами. Начну с себя. Что касается игровой зависимости, лудомании, там, всех этих слотов, мне всегда было стыдно, если люди видели, что я ставлю или кручу слоты. Сейчас я объясню, откуда это все взялось. Это началось лет 20 назад, когда начали появляться вот эти вот колхозные Лас-Вегасы на каждом шагу, в каждом доме, в каждом ларьке. Как сейчас пивас продают в каждом доме, так же и эти лохотроны стояли в каждом доме. И в свое время аптеки были по две, по три в каждом доме. По известным всем причинам, вот этим барбитурным, крокодильным, там, винтовым и тому подобное. Так вот, мое первое злачное место, в которое я начинал ходить, было лет 14, был ЖД вокзал. В этом месте тусовались все, и таксисты, и местные блокики, там, и случайные люди, и пассажиры, которые куда-то ехали или приезжали. Потому что это расположено было все так, что вот он был зал ожидания. И буквально там пять метров, и вот этот злачный закуток, где собиралась вся эта публика, там, пили, курили, крутили, ну, и происходила там постоянно всякая дичь. Так вот, откуда у меня взялся страх перед тем, что кто-то узнает, что я играю. Однажды я сидел, крутил слоты, всем было пофигу, что мне 14 лет, когда это было нормально. Да и сейчас, в принципе, пофигу, никто за этим не следит, и никто не хочет решать эту проблему. Ну, я имею в виду, в общем, в глобальном формате. И ко мне подходит товарищ, ну, это товарищ моего брата, у меня постарше, звали его кот, точнее зовут. Я крутил по рублю на тот момент, и мне выпадает там 2-5 рублей, вот такие вот суммы в обезьянках, знаете, да, там, если что-то выпало, можно открыть. Там есть карты, если ты карту больше угадал, то ты умножил там свои 2 сказочных рубля. Если проиграл, то проиграл. Ну, и вот он за это наблюдает, рядом стоит, я нажимаю, бах, мимо. И там писалась такая надпись, вылазил у обезьянки, типа диалог, you lost. А он такой, парень, ну, не то, что неграмотный, ну, по-английски он явно в то время вообще не бум-бум. И он читал, you lost. И вот он мне только наблюдал, пока я играю, и много раз вот я там проигрывал в этих картах. И он мне все время говорил, ты лох, ты лох, ты лох. И мне это так бесило, но я понимаю, что он не со зла, и он вообще на приколе. Ну, и в целом он знает, что это слово не то написано. Ну, как бы подходит немножечко, да, как вы считаете? Я считаю, да, оно подходит. И вот с тех времен у меня что-то в голове вот так перевернулось. И мне, ну, я играл долго, играл много, играл во всевозможных злачных местах. Потом в онлайн, потом в ставки, и все на свете. Но мне всегда было стыдно, и этот страх, он во мне сидел. Возможно, он мне и помог разобраться со своей игровой зависимостью. То есть у меня в голове что-то уже было с этим связано. И это все тянулось прямо с самого начала двухтысячных. Или, допустим, взять в пример моего товарища Штыка, которым я снимал пару роликов. Я всячески пытался его затянуть, чтобы он рассказал. У него рассказать очень много есть чего. Он такой человек косячный, косячник по жизни. Но все его проблемы решались. Я бы сказал, свои проблемы он решал не сам. За него их всегда решали. И вот у него тоже есть страхи. У него, когда происходит какая-то херня, он до такой степени паникует, потеет. И вообще не в петлю лезет. Он не знает, что с этим делать. И за него постоянно решаются эти вопросы. Вот у него страх, я бы сказал, вообще перед любым косяком у него всегда есть страх. И он не идет ни в какую сниматься в ролике, рассказывать людям, передавать свой опыт о удомании, о пьянстве, о своем. Он говорит, вот кто-то узнает, меня уволят с работы. Вы знаете, ребята, и таких людей, кстати, не только штык еще мне попадалось, а ну, с десяток точно, кто говорит, меня уволят с работы, там, кто-то мне что-то скажет. И так и живут со своей вот этой вот проблемой до бесконечности. На мой взгляд, человек, который имеет эту проблему, он ее скрывает, никому о ней не рассказывает и ходит на ту же самую работу, он представляет намного большую опасность, чем человек, который осознал эту проблему и начинает с ней разбираться. Потому что от человека, который открыт и который над собой работает, вполне предсказуемо, что от него можно ожидать. А от человека, который ходит внутри с этими бомбами, которые в любой момент рванут, что касается алкоголя, наркотиков и игр. В любой момент, что то, что это, оно может, короче, бабахнуть внутри, и вы натворите много всякого ужаса. И люди, которые смотрели на вас под маской, там, порядочного человека, увидят вас настоящего, и это будет для них шоком. И это принесет больше плохих последствий, чем человек, который над собой работает. Это абсолютно точно. Личку пишут, в комментариях пишут, просят какого-то совета, как-то им помочь. Ну, ребята, во-первых, смотрите, я один вас много, но это все понятно, я как бы не открещиваюсь от того, что я могу кому-то чем-то помочь. Нет, но у меня не всегда есть на это время, я для этого ролики и записываю. Я там, грубо говоря, вживую вам скажу то же самое, что говорю сейчас вам в роликах. То есть вы можете их смотреть, если у вас появился какой-то вопрос, который я не разбирал, который мне никто не задавал, а я, которым я, может быть, даже сам не знаю, вы мне их задавайте. А то, что я вам уже дал, вы, пожалуйста, этим пользуйтесь, потому что каждому индивидуально я ответить не могу. Это занимает очень много времени. Все люди разные, у всех разные ситуации. И чтобы понять, какой совет более действенный дать человеку, мне этого человека нужно узнать. А узнать человека получается не всегда быстро и не всегда есть на это время. Так что берите информацию, которая есть в роликах, и используйте ее. По этому поводу, я думаю, вопросов быть не должно. Должны быть вопросы о чем-то новом. Это и для меня будет что-то новое и полезное. И для вас я найду ответ, и для вас будет польза. Что же с этими страхами делать? Буквально вчера мне написал человек, «Деветом Алексей, дай мне совет». Меня постоянно тянет играть. Написал мне в личку. Ну, мне было особо некогда ему отвечать. Я ехал за рулем, ему вкратце ответил, «Знают ли у тебя домашние о твоих проблемах?» Он говорит, «Нет, меня дома не поймут». И вот это тоже является егоным страхом. Почему не поймут? Да как не поймут? Он должен отдавать себе отчет, что лудомания – это не самовыражение, не тешат люди свое самолюбие, в основном так не развлекаются. Развлекаются так, либо люди уже с огромным опытом и финансами, либо люди, которые только начинают играть на ставках или в казино. Тогда люди развлекаются. Когда они вовлечены, и они сливают туда и зарплату, и все на свете, это уже не развлечение, это мучение. До родственников, если у вас есть такие страхи, до них надо донести, то, что это психическое расстройство. Это не какое-то ваше высокомерие, это психическое расстройство. А психическое расстройство, его нужно лечить. И тут нужна любая помощь. Я уже говорил миллион раз. Это психологи, это общение с домашними, чтобы они были в курсе, они вас контролировали. Это анонимные игроманы, это нужно блокировать себя везде и всюду. Кто-то пытается бороться с игровой зависимостью, ну, даже не начал с блокировки аккаунта. Он у него где-то лежит, у него маленечко поехала крыша, он сразу возвращается. Ну, в чем проблема заблокировать эти аккаунты? Вы сидите, ежедневно тратите уйму времени в телефонах, смотря какое-то видео, ковыряясь на су, что угодно делаете. Но вот это простое действие почему-то сделать не можете. Не можете заблокировать свой аккаунт. Удаляйте киви-кошельки Сбербанки, карточку ложите в паспорт, паспорт отдаете жене. Все, у вас есть там деньги только на ваши ежедневные траты. Но почему этого нельзя делать? Вы чего боитесь-то? Я понять не могу. Вы чего ждете? Я уже веду канал год. Бывают одни и те же люди пишут, что у них срыв, срыв, срыв. Я начинаю у них выяснять, что да как. Да блин, смотрят год и не делают ничего из того, что я им рекомендую и пишут мне, спрашивают, что делать. Да ни хрена не делать, потому что вы не так ни хрена не делаете и у вас никаких изменений не будет. Вы возьмите хотя бы этот мизер, который я вам даю, начните с него шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком, высорите свою оборону, так сказать. И потом в этом случае вам уже будет гораздо легче. У вас отпадут вот эти бестолковые, бесполезные вопросы. Потому что об одном и том же разговаривать, ну, это уже выглядит как-то глупо. Человек играет, говорит, что все плохо, жизнь говно, говорит, все, я буду бросать. Через месяц он появляется снова, говорит, я опять все просрал, зарплата у меня нет, жизнь говно и тому подобное. А за этот месяц не сделано вообще ничего. Такое чувство, будто я какая-то просто исповедальня. Ко мне приходят просто поплакать. А то, о чем я вам говорю, никто, ну, я не знаю, может кто-то это и делает. Проявляйте большую активность, давайте мне обратную связь, чтобы я знал, как обстоят дела. Если кто-то, кому-то это помогло, кто-то нашел другой способ, кто-то с помощью анонимных игроманов, там, допустим, или каких-то психологов, или каких-то других ребят, там, или блогеров, достиг результата, ну, вы мне поделитесь, пожалуйста, с этим. Ведь я не ленюсь тратить на это время и снимать для вас ролики. Лично у меня уже все хорошо. И я переживаю просто за таких же людей, как я, которые оказались в такой ситуации. Потому что в этой ситуации я был и знаю, насколько это хреново, насколько это тяжело, насколько ты чувствуешь себя одиноким и непонятым. И весь мир для тебя до такой степени неинтересен становится, что ты думаешь, что все просто глупые люди, и они пустые, и они не нужны. Но на самом деле это все не так. Это просто в голове уже какие-то страхи образуются. Сознание сужается, и человек начинает так думать. И на самом деле это все не так. Теперь я хочу, чтобы вы, не знаю, где хотите, можете ВКонтакте мне написать, можете, ну, Инстаграм я сейчас читаю редко, потому что там проблема с доступом и вообще что-то это все бесит. Можете писать ВКонтакт, создам чат, так и назову его страхи. Можете перейти туда и описать свои ситуации, описать свои страхи. Вы просто подумайте над этим, проанализируйте реально свою ситуацию, свои проблемы. Даже если это не касается игровой зависимости, это может касаться чего угодно, об этом тоже напишите. И мы посмотрим и подумаем все вместе. Понимаете, ситуаций много, людей много. А опыт, он как бы имеет одну базу. И ваш опыт, он может быть для кого-то полезен. Вот для чего я пытаюсь Штыка уговорить, чтобы дать пользу людям, снять ролик. Но у него, видите, он боится, что его начальники узнают. Потом он говорит, что ему неинтересно. он бросил ему, грубо говоря, насрать на эту всю движуху. Но, как показал опыт, это вся вернулась нему бумерангом. Он опять обосрался. Ну, обосрался, это я имею ввиду, проиграл деньги. И опять он пошел уже за помощью к своим друзьям, к своим там родителям. и вонные проблемы, свои проблемы он пытался решить за счет кого-то, то есть не сам. Но почему-то делиться он с ними хочет. Ну да ладно, хрен с ним. От вас что я хочу? Я хочу, чтобы вы реально сели, подумали, без воебонов, как это многие любят делать, не признают свою проблему, несут ее через всю свою жизнь, постоянно запинаются об нее, наступают на одни и те же грабли и ничего с этим делать не хотят. не хотят даже посмотреть на эту ситуацию, как-то начать воспринимать ее всерьез, эту проблему, не говоря о том, чтобы ее вообще решать. Так вот, давайте подумаем, напишем, пообщаемся, посмотрим сколько нас. Можете писать в комментарии, здесь тоже может завязаться диалог, вы можете у кого-то перенять опыт на комментарии, я точно так же отвечаю, мы с вами пообщаемся. Расскажите о своих страхах, не бойтесь, не думайте, что вас не поймут друзья или мама или папа или ваша жена, потому что вы это будете нести через всю жизнь и потом вас точно не поймут, когда вы наделаете до хрена делов. Лучше начать, знаете, такое выражение есть, раньше сядешь, раньше выйдешь, поэтому вот так. В общем, ладно, я жду вашей истории. Хотелось бы записать, конечно, реальную, с реальным человеком живую историю ролик, чтобы он поделился этим. Но, к сожалению, я такого человека найти не могу. Все сливаются, все чего-то боятся, все боятся, что их узнают, что их не поймут, что это, ну, как бы как-то стрёмненько выглядит, ну, и тому подобное. Я жду вашу активность, жду ваши истории. И разбирайтесь со своими страхами. Мы родились, а вообще все люди рождаются без вредных привычек, без религиозных убеждений и без всего вообще. Это как чистый лист. Все мы на протяжении своей жизни приобретаем, перенимаем у кого-то. И лудомания, мы ее приобрели тоже, а мы родились без нее. И мы не должны жить с ней всю жизнь, не обязаны. Это не наша судьба. Не надо с этим мириться и думать, что выхода нет и мы так проживем всю жизнь. Это не так, поверьте мне. Я тоже так когда-то думал, но все-таки сумел перенастроить свой мозг и теперь я думаю совершенно иначе. и чувствую себя совершенно иначе. И мне классно. В общем все. Всем добра, всем пока. Жду вас в комментариях или вконтакте. Субтитры создавал DimaTorzok